МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информация пресс-службы ОМВД России. Карманника поймали с поличным. Авария на регулируемом перекрестке возле УТЦ. Сказочное новогоднее представление для детей. А теперь об этих и других событиях подробнее. С 1 февраля на 4% повысится страховая пенсия для неработающих пенсионеров. Кроме того, во втором полугодии 2016 года планируется дополнительная индексация пенсий. На плановом оперативном совещании глава администрации подвел итоги уходящего года, поздравил с наступающим и вручил награды. Наш город стал лучшим в области по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в 2015 году. Лучший эвакопункт в Смоленской области также находится в Десногорске. Диплом первой степени передан в городской центр досуга. Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты также в городском центре досуга удостоен диплома второй степени. Единая дежурно-диспетчерская служба Десногорска признана лучшей в Смоленской области и награждена грамотой. Почетной грамотой награжден директор Смоленской атомной станции Александр Васильев, а также начальник отдела мобилизационной подготовки аварийных центров филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Кузьмин. Многим десногорцам объявлена благодарность главы администрации нашего города. Хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать всем тепла и уюта в домах, здоровья, спортивной закалки и хорошего настроения. С наступающим всех! Следующее оперативное совещание у главы состоится уже в следующем году. Как сообщает портал милосердия.ру, фонд «Продовольствие Русь» подготовил новогодний подарок для 1700 малообеспеченных семей Смоленской области. Продуктовые наборы состоят из круп, макарон, растительного масла, консервов, чая и сладостей. Продукты приобрели на деньги, собранные во время акций партнеров фонда. Если и вы хотите внести свою лепту, то можно оплатить продуктовый набор до 15 января следующего года на сайте фонда «Русь». 28 декабря в читальном зале Центральной библиотеки на итоговую городскую конференцию собрались преподаватели русского языка и литературы. Подробности в нашем сюжете. Перед собравшимися выступила директор Центральной библиотеки Зинаида Зайцева, которая поздравила всех с наступающим Новым годом и поблагодарила за сотрудничество и совместную работу в год литературы. Библиотека и преподаватели русского языка и литературы – это, наверное, все литература. И без литературы у нас нет никакой работы. Мы с вами сотрудничаем много лет. И много лет мы вами восхищаемся. Вниманию педагогов был предложен обзор литературно-художественных журналов с публикациями, которые можно предложить для чтения детям или использовать на уроках. Сделала его библиотекарь Раиса Волчкова. Возрождение интереса к чтению и литературе – это именно то, чем учителя занимаются ежедневно на уроках. На конференции педагоги подвели итог прошедшему году литературы, обменялись мнениями, опытом по совершенствованию форм и методов преподавания русского языка и литературы. Наши именно учителя русского языка и литературы показывают высокие результаты. Становятся лауреатами областных конкурсов, становятся лауреатами конкурса «Учитель года», приоритетного национального проекта образования. Участвуют активно всевозможных филологических турниров и тоже достигают больших результатов и победы. Мы от души желаем педагогам и в дальнейшем также плодотворно работать. А сейчас блок криминальных новостей. В связи с тем, что во время зимних каникул дети чаще попадают в аварии на дорогах, госавтоинспекция с 28 декабря по 10 января проводит профилактическое мероприятие «Новогодние каникулы». Дорожные инспекторы акцентируют внимание взрослых, что они всегда должны знать, где их дети, куда они ходят и как переходят дорогу. Нелишним будет ежедневно напоминать о правилах дорожной безопасности и снабдить детей световозвращающими элементами. О зарегистрированных дежурной частью ОМВД России по городу Тесногорску в заявлениях и сообщениях рассказала капитан полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 103 сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями и одно дорожно-транспортное происшествие с телесными повреждениями. Выявлено 113 административных правонарушений, в том числе о нарушении правил дорожного движения 80. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны 2 водителя. За распитие спиртных напитков, также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. За нарушение правил дорожного движения пешеходами к ответственности привлечены 10 человек. Уважаемые жители города Десногорска, в целях пресечения фактов, связанных с незаконной заготовкой елей и других хвойных пород в предновогодний период с 21 по 31 декабря 2015 года, на территории города проводится специализированное мероприятие «Ель». До 5 января в области проходит операция пиротехника. Полиция и МЧС будут проводить рейды, выявлять и пресекать незаконную реализацию пиротехнических изделий. Несертифицированная продукция будет изыматься из оборота. Смоленский сотрудник полиции предотвратил кражу денег в почтовом отделении на улице Петра Алексеева. В свой выходной сержант Егоров зашел на почту, чтобы отправить заказное письмо. Там его внимание привлек мужчина. Я увидел открытую сумку мужчины с денежными средствами. Также увидел, что молодой человек пытается пачку с денежными средствами спрятать к себе в карман. Полицейский не растерялся и задержал правонарушителя, которого доставили в дежурную часть. Мы заказываем, что ходили в карте, что в карте, где в средствах, у кого как, у мужчин. Откуда мы знаем, что у него есть денежные средства. Увидел все-таки. Карманником оказался ранее судимый 35-летний Смоленин. На данный момент он находится под стражей, ведется следствие. А сержант Егоров за проявленную в деятельности профессионализм будет поощрен. Вчера в обед на регулируемом перекрестке возле УТЦ произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ-2109 и УАЗ «Патриот». Никто из пассажиров серьезно не пострадал. На место ДТП приехала автоцистерна 15-й пожарно-спасательной части, 4 человека личного состава – сотрудники полиции, спасатели, медики. Пострадавшим оказали первую помощь и транспортировали в медсанчасть 135. Стоит отметить, что хоть перекресток и является регулируемым, но аварии на нем случаются очень часто. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны, берегите себя и своих близких. Переходим к новостям культуры. Два города Смоленщины участвовали в конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных пунктах с количеством жителей менее 100 тысяч человек. Стал известен список победителей, в которые вошли 143 кинотеатра из 51 региона страны. В нашей области фонд кино выделит деньги на переоборудование кинозалов в Рословском развлекательном комплексе «Фабрика» и в Вяземском районном центре. В Смоленском госуниверситете открылся возрожденный литературный музей, сообщает официальный сайт ВУЗа. Церемония была приурочена к завершению года литературы. Напомним, что музей в университете существует с 1973 года. Вновь воссозданная экспозиция позволяет работать со всеми, кто интересуется литературой. Более 500 детей посетили за три дня праздничное представление «Новогодний переполох» в городском центре «Досуга». На спектакле побывала наша съемочная группа. Я скачу, 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 по хозяйству, по почине, на работу у меня не хватает дня. Надо срочно, но без спешки, в кладовой учесть орешки. Надо перебрать пивы, ягоды, коров, бобы. Скоро праздник, Новый год, много у меня хлопот. Волшебный праздник зимы хотели сорвать злые зюзи, трескучие морозы. Обмануть и запутать Новый год зюзям помогали хитрая лиса и серый волк. Сделать это помешали лесные жители. Продолжился праздник у новогодней елки с главными героями Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Ребята играли, танцевали и водили хороводы. Каток на площади Ленина в Смоленске начнет работать 1 января. Если позволит погода, то уже в первый день Нового года смоляне вновь смогут покататься на коньках на главной площади города. Напомним, что каток будет работать уже четвертый год. А десногорцев, которые предпочитают чтение активному отдыху, ждут в Центральной библиотеке. Дорогие десногорцы, приглашаем вас посетить в праздничные дни нашу библиотеку. Здесь вы не только сможете найти себе литературу на любой вкус, но также посетить книжные выставки. Без сомнения, особый интерес вызовет у вас выставка, посвященная наступающему году красной обезьяны. В праздничные дни Центральная библиотека работает 4, 5 и 10 января с 10 до 17 часов. Уважаемые читатели, с 4 января 2016 года Десногорская Центральная библиотека проводит ежегодную перерегистрацию читателей. Убедительная просьба иметь при себе паспорт. Поздравляю всех наших друзей с Новым Годом! Пусть судьба будет к вам благосклонна, и в жизни происходят только добрые события. Тепла и света, добра и радости, здоровья и счастья. С Новым Годом! Название символа наступающего года обезьяны претендовали три питомца Смоленского зоопарка. В итоге народ выбрал обыкновенную беличью обезьянку Зурика, отдав за неё 89 голосов. Конкуренты победителя – медвежьи и иванские макаки – набрали 60 и 43 голоса соответственно. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – desna-tv.ru. Сердечно поздравляем всех десногорцев и гостей города с наступающим Новым Годом! Желаем здоровья, благополучия, достатка! Будьте счастливы! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова